Всем привет! Меня зовут Вуги. Я то, что принято называть креативным продюсером. То бишь я прошел через разные этапы творческого становления и сейчас занимаюсь тем, что организовываю работу других творцов и в том числе периодически работаю сам в роли режиссера и оператора. Если вы хотите узнать обо мне, вы можете найти меня во всех социальных сетях. Инстаграм, Телеграм, на почте, везде я в Вуги. Сайт Вуги.Про. Я представляю бренд под названием Камераптор. На моей груди динозавр. Его зовут Арглор. Он на самом деле не динозавр. Это искусственный интеллект, запертый в теле боевого гнарка. Но это когда-нибудь я проведу, наверное, отдельную лекцию, рассказывая про то, что это такое и зачем это нужно. Давайте поговорим лучше о настоящей теме, ради которой мы сегодня собрались. Я немножко решил поговорить о прошлом, о настоящем, в котором мы находимся, и о будущем, к которому мы идем. Давайте начнем с самого простого. Немножечко истории. Урок истории в школе Вуги. Перемотаем немножечко время до прошлого. В прошлом произошло несколько ключевых событий, которые повлияли на то, что вообще происходит сейчас. А именно с изобретением фотографии полностью изменился мир искусства. Изобразительного искусства, то, как художники видят и транслируют этот мир. И с изобретением фотографии, собственно, началась история того, чем занимаюсь я и многие из сидящих здесь в зале или смотрящих нас в интернете. Все закрутилось с изобретения линейной перспективы. Это было еще до фотографии. То есть мы сейчас идем все дальше и дальше назад. Был такой скульптор Филиппа Бурнеллески. Он экспериментировал с построением перспективы в своих работах, пытаясь создать определенные ощущения у зрителя. И он выдумал то, что сейчас мы называем линейная перспектива. Ну или геометрическая перспектива, как вам больше нравится. Смысл в том, что большинство картин, которые сейчас рисуются, которые рисовались после ее открытия, стали более реалистичными именно благодаря вот этой работе Филиппа. Картины, которые были нарисованы после конца 1370-х, начала 1400-х годов, вы обнаружите, что они стали уже больше напоминать фотографию, чем то, что было до этого. Потому что тогда были всякие гравюры. И знаете, вот эти вот стрёмные и страшные мужики, которые были нарисованы в каких-нибудь неестественных позах. После этого все стало немножечко получше. Но и нужно понимать, что художники на протяжении всего развития изобразительных искусств использовали различные технические средства. Художники постоянно юзали, как принято сейчас говорить, лайфхаки. То есть они использовали линзовые приборы и использовали камеру-обскуру. Ну, я думаю, это уже совсем супер банальная штука. В школе все проходили её. Ну, для всех, кто совсем в танке, камера-обскура — это такая тёмная комната, в которую заходил художник. И благодаря тому, что свет проходил через дырочку и проецировался на поверхности такого экрана натянутого, художник получал перевернутое изображение, которое мог обводить. Ну и, собственно, таким образом добивался фотореалистичной картинки, правдоподобной. Да Винчи, Караваджо, Ван Эйк — многие художники использовали эту технику, и благодаря ей мы имеем просто огромнейшее количество картин, которые, по сути, выглядели как фотографии. Всё дело в том, что, в принципе, художники до определённого момента стремились добиться реализма, стремились прийти к тому, чтобы картины максимально были похожи на реальный мир. И они получали так заказы у всяких богатых и немного религиозных деятелей, которые любили свои красивые портреты, которые выглядели практически как современная фотография. Но потом произошло вот как раз то, с чего я начал. Родилась фотография. Появилась технология дегеротипа. Дегеротип — это та же самая камера Obscura, только в миниатюрном виде. И сам дегеротип представляет собой такую пластину металлическую, которая имела химический реагент, который, соответственно, позволял получить отпечаток света, который мы теперь называем фотографией. Дегеротип просто разорвал художественный мир, потому что дегеротип появился в начале 1800 года. В тот момент уже активно развивалась школа импрессионизма. Импрессионисты, они, как художники, уже начинали плавненько-плавненько пошатывать устои 500-летнего развития изобразительных искусств. Они пытались не просто отобразить мир, сидя у себя в студии, используя камеру Obscura. Они выходили на улицы, ставили холсты, брали краски. В тот момент как раз-таки появились первые более удобные краски и новые инструменты. И они пытались запечатлеть мимолетный момент, который проходил прямо сейчас. И это позволило им добиваться интересных визуальных эффектов. И сделало такую характерную школу, которая сейчас принята называть импрессионизм. Она уже не так тяготела к реализму, как до этого момента происходило со всеми художниками. Импрессионисты начали скорее немножко думать об ощущениях. И дальше, с развитием фотографий, уже во второй половине 18 века художник вообще перестал интересовать реализм. То есть художники стали пытаться выразить свои чувства, пытаться выразить какие-то свои мысли в поисках новых форм, в поисках цвета. И это все нас привело к экспрессионизму. Вот можете посмотреть на картинки экспрессионистов. Все-таки самый знаменитый, наверное, Мунк. Один из которых делал вот эти вот бешеные свои страшные лица. Экспрессионисты начали уже изображать не фотографическое изображение, а после них ребята, которые уже появились, они стали совсем больше и больше и больше и больше уходить в какие-то абстракции, в какие-то новые формы. Нужно понимать, что фразочка наших бабулечек и дедулечек о том, что новое — это хорошо забытое старое, она работает, и она верна, как никогда. Да. Главный прикол в том, что все новые технологии так или иначе построены на тех технологиях, которые появились много-много-много-много лет назад. Смысл в том, что современные камеры имеют цифровую матрицу. И периодически можно слышать очень забавные рассуждения фотографов или операторов, или еще каких-нибудь режиссеров доморощенных, которые периодически спорят с пеной у рта о том, какая же матрица какой камеры лучше делает цветопередачу, например. Весь ржач заключается в том, что абсолютно все матрицы всех устройств, которые сейчас есть, монохромные. То бишь, они вообще не отображают цветов. А цвет мы получаем, используя фильтр байера. Фильтр байера — вот он, если кому не видно. Фильтр байера — это такая вот штука, которая накладывается поверх матрицы и позволяет разбить вот это пространство пикселей на разные субпиксели. То есть какие-то из них начинают отвечать за синий цвет, какие-то начинают отвечать за зеленый цвет, какие-то начинают отвечать за красный цвет. Это и есть RGB за цветопередачу. Отвечает такой параметр, который называется color science. То есть это набор алгоритмов видеокамеры, программных алгоритмов. То есть это математика, это по сути любая камера, что такое. Это процессор, это, собственно, сам объектив и матрица, которая получает изображение. И вот, собственно, в мозгах камер всегда есть некая прошивка, которая отвечает за интерпретацию электрических сигналов, которые получает камера для того, чтобы как-то отобразить цвета. Так вот, эта технология, она полностью повторяет технологию трихроматической пленки. То есть раньше, как делали фотографию, цветную фотографию я имею в виду, брали такой фотоаппарат с тремя линзами и вставляли перед объективами фильтры определенного цвета, то есть зеленый, красный и синий. Слушайте, да, о чем я. Смысл в том, что за обалдеть какое количество времени не изменилось ничего. Давайте перелеснем прошлое. Мы поняли, да? Ничего не изобрелось, в принципе, все немножко просто трансформировалось и интерпретировалось. Художники получили новые изобразительные средства, потому что у них наконец-таки развязались руки, и они смогли, наконец, не отображать реальность. Функцию отображения реальности на себя взяла фотография, а затем уже, соответственно, с развитием цифровых камер и видеоиндустрии потихонечку это все на себя перетянуло одеялко. Но принцип остался точно такой же, как и 200 лет назад. Настоящее. Я бы хотел сказать, что сейчас мы живем в том, что я бы сформулировал как век народного контента. Может, сейчас кто-нибудь в меня кинет, да, типа какой-нибудь предмет. Нет, но я что хотел бы сказать, что сейчас и производить, и потреблять контент стало как никогда просто. Причем, конечно же, как и было на протяжении всей истории человечества, потреблять контент всегда проще, чем его создавать. Но, тем не менее, с распространением технологии стало легко тиражировать любой вид контента. И порог входа в индустрию фотографий, в индустрию изобразительных искусств, в видеоиндустрии, вообще везде, порог входа снизился настолько, что теперь практически любой может уже попробовать себя проявить, не погружаясь в изучение столь сложных научных данных или каких-то технических приемов, которые нужны были нашим дедам для того, чтобы двигаться. В общем, сейчас очевидно, что любители атакуют. Просто любой может взять вот эти знания, которые мы накопили за целые века существования нас на Земле, и использовать это мгновенно, потому что есть большое количество маленьких камер, портативных всяких устройств, смартфонов, телефонов и так далее. Это знаете, к чему приводит? Это приводит к тому, что меня больше всего веселит. У большинства профессионалов и мэтров сейчас нереально взрываются пердаки, потому что целая куча ребят, которые приходят, условно приходят молодой парень, берет в первый раз в свои руки телефон, снимает какую-то прикольную историю и получает на каком-нибудь условном ТикТоке 100-200 миллионов просмотров. А какой-нибудь серьезный продюсер, который сидит у себя в дорогущей студии, приехав с утра и выпив чашечку кофе после такой поездочки на своем Бентле, пытаясь продвинуть очередной свой говнофильм, вваливает огромное количество денег для того, чтобы просто хоть как-то прорекламировать, достучаться до той же самой аудитории, до которой тинейджер, просто поковыряв в носу, с утра, сняв коротенький видосик, мгновенно получает, в общем, он к ней доступ. Меня очень веселит, что всегда на протяжении всей истории человечества все новое вызывает нереальное сопротивление даже у самых прогрессивных людей с возрастом. Ну, то есть любой профессионал, по мере, извините, старения, все мы ему подвержены, он начинает быть чуть более консервативным в любом случае. От этого невозможно практически защититься. И всякие прикольные ребята начинают вести себя, с моей точки зрения, не всегда адекватно. Например, Стивен Спилберг воюет с Netflix. Ну, камон. Ну, то есть он объявляет о том, что Netflix — это такая стриминговая платформа, которая выпускает фильмы в высоком качестве и разрешении, продюсирует эти фильмы и так далее. Он, считая, что это убивает кинематограф, ну и, в общем, пытается с этим воевать. Хотя Стивен Спилберг еще буквально 20 лет назад считался инноватором в области кинематографии. Там, не знаю, Мартин Скорсезе делает громкие заявления о том, что фильмы Marvel — это говно, извините, что это вообще не имеет ничего общего с искусством кино и постоянно делает какие-то острые и яркие заявления по этому поводу. Причем я привел всего лишь два примера, но на самом деле таких примеров вы можете найти 3 миллиона, потому что это, так сказать, противостояние отцов и детей. То есть всегда отцы будут порицать все новое, что пытаются протолкнуть их дети. Это все меня нереально веселит, потому что творить стало проще, чем когда-либо. Невероятно просто. Любой может создать какой-то контент и получить известность, достучаться до широкой аудитории. Я недавно ехал в метро, например, наблюдал забавную картину. Большинство смотрит на свои мобильные телефоны, видосики на ютубчиках, какие-то клипчики на Vimeo или, возможно, TikTok. И, разумеется, никто вообще не переворачивает мобилу вот так. Все, конечно же, едут и смотрят вот так. В лучшем случае это вертикальное видео, когда мы видим весь экран. В худшем случае это, скорее всего, маленькое окошко Ютуба. И человек даже не думает переворачивать мобилу вот таким вот образом. Он смотрит вот так, горизонталку в этом. О чем это говорит? О том, что технические ограничения, технические всякие характеристики, которые были раньше важны для кинематографистов, сейчас потеряли всякую актуальность. Потому что нет никакой разницы, сняли ли вы что-то на мобильный телефон или вы сняли это на гигантскую камеру, которая стоит хреново тучу денег и требует целую орду людей для обслуживания. Мы стремимся к упрощению, и не только мы. Все в природе стремится к упрощению. Поэтому нужно это держать в голове и двигаться вперед. Так вот, короче, есть прикольная тема, которая меня недавно разбомбила. Все знают наверняка, что наше замечательное правительство периодически пытается вкладывать деньги во что-либо. И, как правило, если речь идет, например, о туризме и о роликах про туризм, это просто какой-то невероятный пипец. Я однажды был членом жюри, я не буду называть название фестиваля, чтобы совсем не компрометировать ни его, ни себя. Но смысл в том, что я был на большом фестивале туристических видео Российской Федерации и посмотрел в течение четырех часов невероятное количество рекламных роликов, снятых людьми из разных регионов, которые даже вкладывали в это деньги, возможно, даже бюджетные деньги. И на выходе получалось невероятное какахо. И теперь какая-то корейская блогерка, я тоже знаю феминитивы, корейская блогерка может снимать ролики не хуже, чем Министерство туризма. Девочка приехала, сняла на обычные телефоны и портативные фотоаппараты рекламный ролик про Москву, который выглядит так, что будь я каким-нибудь туристом из-за границы, всенепременно захотел бы сюда приехать. При этом бюджет этой истории стремится к нулю. То есть обычная девушка-блогер может быть влиятельнее, выразительнее и интереснее, чем профессионалы из индустрии, которым мы платим деньги из своих налогов, допустим. Поскольку производство контента стало простым, потребление контента стало суперпростым. Ну то есть панч про метро я вам уже рассказал, и совершенно очевидно, что вам, вы уже как киборги, вы достаете мобилу по каждому поводу, и первое, что мы с утра, каждый из нас делает, достает телефончик из-под подушки и начинает листать ленту. Леди потребляют медиаконтент на бегу, и поскольку они потребляют этот контент на бегу, начинается активная трансформация всего, что связано с форматами просмотра фото и видео в интернете. Но вы уже наверняка это почувствовали, я как минимум почувствовал, недавно стал более активно вести Инстаграм, и понял, что я уже 10 раз подумаю, прежде чем снять горизонтальную фотку. Скорее всего, я буду снимать ее под квадратный кроп, или буду снимать ее в формате 5х4. И если вы посмотрите, например, все мои последние посты, и найдете в социальных сетях, то они, скорее всего, в этом формате. Почему? Потому что я знаю, что людям не будет удобно смотреть на маленькую штучку, они захотят посмотреть на большую. И те люди, которые производят контент, они начинают это учитывать. Все это нас приводит к чему? Например, есть прикольные штуки, завязанные, ну, вообще, есть такие технические новые штуки под названием Screen Life и мобильное кино. Про мобильное кино сказано, пересказано просто супер дофига. Впрочем, про Screen Life Тимур Бекмамбетов, продюсер, который обнаружил этот формат и активно его монетизирует, тоже рассказал миллион всяких интервью и разжевал это так, что буквально можно прям как птичка ловить это и впитывать. Потому что это довольно интересный феномен. И давайте я быстренько пробегусь по нему для тех, кто не в курсе. Короче, какая тема? Что произошла некая небольшая такая пока еще локальная экспансия Screen Life, но вы уже сейчас можете, как производители контента, подумать о том, как это использовать. Смысл в том, что все мы привыкли проводить свое время в мобильных телефонах. То есть вы сейчас сидите со мной, но большинство, вот я прям смотрю, вон сидит мужчина, у него мобильный телефон вот здесь вот под мышечкой, у другого вот мобильный телефон здесь вот в районе паха. Вон у меня сидит моя девушка Реги, у нее тоже лежит мобильный телефон в ручке. Но по сути сейчас превратились в некое подобие киборгов. И для нас естественный язык коммуникации, это язык коммуникации через социальные сети. Если вы посмотрите статистику своих мобильных телефонов, а именно того, как часто вы их используете, вы поймете, что в среднем это где-то 8 часов в день. То есть 8 часов вы спите, 8 часов вы в мобильном телефоне, и 8 часов у вас остается на все остальное. Можно уже сказать, что вы большую часть времени не проводите в реальности. А если это так, то, соответственно, для нас уже стали естественными новые способы коммуникации, новые способы языка, в том числе и киноязыка. Так вот, что такое Screen Life? Screen Life — это супердешевые фильмы, которые производятся методом захвата изображения с экранов и имеют очень простую концепцию. Они могут быть в любых жанрах, но они показывают нам то, что происходит на экранах наших смартфонов, мобильных телефонов, айпэдов, компьютеров и так далее. То, о чем персонажи, например, говорят в Скайпе. Чем прикольен Screen Life? Тем, что он супердешев, как я уже сказал, и тем, что он суперпонятен. Опять же, я вам указал на то, что мы привыкли уже так разговаривать друг с другом, мы привыкли писать друг другу в мессенджерах. Я очень прикололся с того, что если вы как продюсер взгляните на математику, то, например, фильм «Убрать из друзей», который спродюсировал Тимур, заработал 62 миллиона долларов. Он стоил миллион долларов. Он заработал в 62 раза больше денег. А фильм, который вышел следом за ним под названием «Поиск», тоже снятый вот в таком вот форматике, он уже заработал 75 миллионов долларов. То есть это прям сумасшедшие цифры. И более того, сейчас все больше и больше появляется таких фильмов. Например, именно методом Screen Life также начали запускаться сериальчики. То есть, в принципе, нам уже понятней и приятней смотреть сериалы даже, чем фильмы. Мы постоянно смотрим «Новую игру престолов», очередную какую-нибудь историю, связанную там с роботами или еще с чем-нибудь, кому что нравится. Но смысл в том, что мы употребляем контент сериально, не в таком длинном формате, как это было принято раньше. И поскольку наступил век вертикальных видео, то теперь мы еще хаваем Screen Life фильмы в вертикальном формате. Например, опять же, Тимур выпустил фильм, который назывался «Dead of Night». Я не смотрел его, если честно, но суть в том, что это телесериал в формате Screen Life, вышедший на Снэпчате и охвативший аудиторию более 100 миллионов человек. Стоимость производства никакая, а заработки были сумасшедшие. И сейчас началась война. Война за большие экраны. Звучит страшно, да, война? Но прикол в том, что поскольку технические ограничения нас не так уже волнуют, то и у больших режиссеров, у больших художников появляются запросы на то, чтобы создавать контент в более легком формате. И они начинают использовать мобильные телефоны. То есть теперь можно взять небольшую камеру, а можно взять камеру мобильного телефона. И если буквально в 2015-2016 году это были просто нелепые потуги, которые, когда ты смотришь на большом экране, выглядели все-таки не слишком качественно, то сейчас, когда в игру вступили режиссеры первого эшелона, такие как Стивен Содерберг, например, который снял фильм «Не в себе» в 2018 году, и сейчас снял фильм, который называется «Птица высокого полета». И еще даже 80-летний дед Клод Лелуш, оскароносный режиссер, тоже начинает снимать на айфоны. Он выпустил фильм недавно, который называется «Лучшие годы жизни». Я его, к сожалению, не смотрел. Но смысл в том, что вот, кстати, скриншот, какой рик они использовали. Представьте, может быть, вот такая камера и огромная группа, или вот такая камера и один мужик с палкой. Вот так они начали снимать фильмы и выпускать их на большие экраны. То есть теперь на полном серьезе мобила может соревноваться на одном ринге с кинокамерой. И давайте вот так просто, для общей эрудиции, может, вы потом полистаете презентацию и факультативно посмотрите всякие трейлеры фильмов, которые я специально для вас и подсобрал. Ну, а, например, вот просто краткая история мобильного кино. Сначала появился фильм в 2012 году под названием «В поисках сахарного человека». Это документальный фильм о музыканте. Ну, в общем, такой он изначально снимался с 70-х годов на пленку, а потом произошло то, что появилось приложение для айфона, такая винтажная камера, и режиссер принял решение, а зачем мне снимать на пленку, если я могу на мобилу снять и стилизовать это под камеру. В итоге этот фильм выиграл «Оскар», вот, а использовалось приложение для мобилы стоимостью 2 доллара. Дальше появился фильм, который уже был целиком снят на айфон, он назывался «Я играю с фразами». Джей Альварес, такой режиссер, он пытался обойти некие ограничения, которые были у его камеры, и чтобы маскировать плохую цветопередачу айфона, а на тот момент она, конечно же, была просто отвратительная, несмотря на все заявления Apple, что «Ой, обалдеть, какая у нас камера», в 2014 году камеры по сравнению вот сейчас с временем были полным говном. И он просто тонировал все изображение в черно-белый цвет. Дальше началось все, начались фестивали, началась вся вот эта движуха, появился фильм «Мандарин», который, на мой взгляд, сам по себе не был каким-то супер уж классным, но дело в том, что он был снят на мобильный телефон с аноморфной насадкой и уже был достаточно красивым с точки зрения визионерства. Но он еще растрогал критиков, которые просто обожают всякие темы о трансгендерах, сексуальном рабстве и все вот эти вот телеги, которые всякие очередные академики любят рассматривать в гонке за первые призы на фестивалях. Потом появился фильм «Девять поездок». Это ничем он тоже не примечательный, на мой вкус, но он стал первым фильмом, снятым в 4К. И вот это вот уже серьезная заявка, потому что 2016 год для нас стал тем, что он фактически в разрешении сравнял наши телевизоры, которые уже появились на тот момент в 4К, и мобильные телефоны. А также позволил камерам мобильного телефона получать изображение лучше даже, чем могут проецировать большинство проекторов в современных кинотеатрах. То есть, если вы вдруг не в курсе, то практически во всех кинотеатрах, которые вы можете сейчас прийти в Москве, как минимум, по-моему, только один или два кинотеатра в Москве в состоянии показывать изображение в 4К. Мы все смотрим изображение в 2К, мы смотрим изображение чуть больше в Full HD на больших экранах. Оно растянуто, но нам все равно оно офигенно нравится, потому что мы сидим чуть подальше от экрана. Короче говоря, развитие мобильных технологий опережает немножко, чем развитие других любых технологий. Ну а дальше, короче, все, ребята, просто пробита верхушка, и все улетает, начало в стратосферу. То есть, Содерберг тем, что он снял вот это вот не в себе, пугающий триллер про девушку, которая попадает куда-то там в сумасшедшую больницу, психбольницу, и там с ней начинаются всякие ужасы. В общем, непонятно, то ли это ужастик, то ли это триллер. Ну, я уверен, что тем, кто любит триллеры, скорее всего, этот фильм понравится. Смысл в том, что, во-первых, фильм выглядел визуально уже достаточно похожим на настоящие фильмы, и при этом был всего лишь снят на iPhone 7. Вот, и это приводит нас к тому, отчего рвет пердак у Стивена Спилберга. Netflix, который всегда был стандартом качества, на секундочку еще раз вам говорю, поскольку большинство кинотеатров проецирует изображение в хреновом относительно качестве, то реально качественное потребление контента мы можем получить только на стриминговых платформах в интернете, потому что дома у нас есть 4К-телевизоры, а в кинотеатрах их нет. Дома у нас есть, соответственно, широкополосный интернет, который позволяет выводить большую картинку. Если вы, например, посмотрите на историю развития больших камер и на компанию ARRI, которая является доминатором просто на рынке, они еще, по-моему, в 2015 году только впервые выпустили свою 4К-камеру. Вы можете себе вдуматься. То есть уже в следующем году, считайте, после этого на мобилу уже снимали фильм в 4К, а вот буквально за немножечко до этого наконец-то большой производитель камер произвел камеру, которая может снимать как мобильный телефон. Не как мобильный телефон, но в том же разрешении. И вот сейчас Netflix, например, задает стандарт качества. Он выставляет такой список камер, которые можно использовать при создании контента для него. И все режиссеры, все продюсеры обязаны ориентироваться на этот список. В основном это все камеры, которые снимают в 4К. И среди них, кстати говоря, можно встретить, например, камеры типа Panasonic Jazz 5, которые снимают в 10-битном цвете. А это одно из правил, под которыми ты можешь загружать свой фильм. И, соответственно, это потребительская камера стоимостью, блин, меньше 100 тысяч рублей, ребят. И с выходом фильма «Птица высокого полета», который повествовал о каком-то там баскетболисте и был снят на iPhone 8 эксклюзивно, Содерберг пробил и эту планку. Потому что теперь фактически у нас есть прецедент того, что на высококачественной стриминговой платформе вышел фильм, снятый на мобильный телефон. И, на секундочку, это открывает возможности абсолютно всем снимать свои фильмы и сериалы и претендовать на то, чтобы прокатывать их на широкую аудиторию при помощи стриминговых платформ. Вдумайтесь просто в это. И плюс, конечно же, публиковать это все на больших экранах в кинотеатрах. Возвращаясь к теме войны. Мы действительно на поле контента начинаем наблюдать войну между кинокамерами и смартфонами. И у тех и у других есть определенные преимущества, очевидные, которые нельзя отрицать, которые можно просто принимать и, если достаточно внимательно изучить, использовать в своих целях. Итак, все знают, что есть определенные технические аспекты. Это то, какие есть технические самые возможности и характеристики камеры. Есть творческий аспект, это то, что контролирует контент-мейкер. То есть, условно говоря, свет в сцене. Вот сейчас я освещаюсь пучком света, чтобы вы меня лучше видели. Свет — это не то, что зависит от камеры. Это то, что зависит от создателя. И есть множество творческих аспектов от цветовой палитры до композиции. Это все работает не благодаря камере, это работает благодаря контент-мейкеру. И если он знает фундаментальные какие-то базовые принципы профессии, то он может, используя даже самые простые инструменты, добиться того, что самый суперклассный профессионал не сможет добиться, используя большую камеру. Ну, короче, давайте пробежимся просто по базе. В чем мобилы просасывают большим камерам? Ну, очевидный первый факт — это слабый динамический диапазон. То есть, сверху мы можем наблюдать кадр, снятый на iPhone. И то, что вы видите вот вверху, это называется клиппинг. Клиппинг — это когда у вас точка освещения проваливается, и детали в сцене теряются, в общем, выбиваясь в белое. Пересвет так называемый. Это и есть клиппинг. Когда у вас есть камера с широким динамическим диапазоном, она способна понимать большую разницу между соотношением теней и светов. Но матрицы мобильных телефонов не способны это делать. И поэтому даже если мы возьмем и будем программно обрабатывать это изображение, то мы не сможем получить данные из светлого. Ну, очевидная фигня. А если мы возьмем камеру уровня RED, то даже получив недоэкспонированную картинку темную, мы всегда сможем ее вернуть таким образом, чтобы видеть детали и в светлых, и в темных. Это очевидное преимущество кинокамер и очевидная слабость мобильных камер. Но если творец понимает, как работать со светом, понимает, как пользоваться вспомогательными техническими устройствами вроде ND-фильтров, он может перестраховаться и как настоящий ронин, который идет на войну, одеть на себя латы и защититься от таких вещей, как клиппинг. Двигаемся дальше. Отсутствие боке. Что такое боке? Боке — это такое красивое киношное размытие, которое обожают очень все. На камерах мобил используется крайне маленькая матрица, потому что сами телефончики маленькие, мобилы сами маленькие, все такое миссипусечное. И чем меньше матрица, тем более резкое изображение по всему полю кадра. Чем больше матрица, почему все любят сейчас использовать фулл-фрейм камеры? Потому что когда ты одеваешь оптику, у тебя создается красивое размытие и, собственно, более пластичное, насыщенное, глубокое изображение. И, соответственно, производители мобильных телефонов пытаются обойти это ограничение и придумывают нам огромное количество костылей в виде, например, нейросетевых фильтров, которые позволяют программно отделить человека от фона, размыть этот фончик сзади, и в итоге у нас получается симуляция боке. Так называемый портретный режим в айфонах и других смартфонах. Но, к сожалению, пока это не способно конкурировать с изображением на профессиональную оптику и на профессиональные камеры. Но мир не стоит на месте. Конечно же, уродливый лендсфлеер. Лендсфлеер флюхи, по-русски говоря, флю. Это световые лучи, проходящие и светящиеся напрямую в камеру. То есть, когда вы смотрите на солнце через объектив любой камеры, смартфон или любой другой камеры, вы видите вот такие вот световые лучи. И если слева, допустим, у нас вот примерно как будет отображать любой смартфон, то есть более уродливые ровные линии, очень жесткий свет, то здесь, например, мы видим рассеянные, аккуратные, проходящие лучи. И у нас получаются такие красивенькие рассеянные лучи на большую камеру. И это, конечно же, добавляет художественности и вызывает нас те чувства, которые, собственно, мы и ассоциируем с киношным изображением. Конечно же, чем меньше матрица, тем хуже она воспринимает свет. То есть, вы хоть, не знаю, хоть упаритесь, хоть умрите, все равно ночью мобильный телефон всегда будет проигрывать кинокамере еще на протяжении как минимум длительного периода времени. Если мы посмотрим, вот слева примерно то, что мы наблюдаем на большинство мобил, если снимаем видео. И так называемые новые ночные режимы – это тоже определенные технические костыли, которые призваны это победить. Об этом поговорим чуть-чуть попозже. Но смысл в том, что телефоны теперь используют несколько сенсоров, потому что у них сразу есть несколько объективов, несколько сенсоров, и объединяют их для получения более четкого изображения. Ну, в общем, всегда с мобил ночью выглядит камера изображения ужасным. И в этом случае, если вы, например, снимаете кино или снимаете какую-то художественную сцену, то можно пользоваться тем самым трюком, который использовался, например, в Mad Max'е в последнем. Они все ночные сцены снимали днем. А дальше при помощи методов цветокоррекции изменяли изображение таким образом, чтобы день начинал выглядеть как ночь. Собственно, до сих пор практически единственный способ снимать выразительные ночные сцены на мобильные телефоны вот сводится к этому. Есть еще такая тема, как резкость цветопередачи. В телефонах есть программное обеспечение, которое позволяет ему вывести финальное изображение с какими-то постпроцессинговыми эффектами. Например, с усилением резкости по границам кадра. И, как правило, на кинокамерах мы видим плавное, мягкое, аккуратненькое изображение. Оно не перешарплено, не перекручено резкостью него. Вот что я хотел сказать. На мобилах, как правило, все слишком резко, особенно если это зумировать. И это выглядит неестественно, это выглядит по-цифровому, и это не имеет ничего общего с киношным изображением. Кроме того, как правило, мобильные телефоны, если не использовать специальные приложения, используют такие постпроцессинговые эффекты, которые задирают цветность изображения на максимум, для того, чтобы для конечного потребителя картинка выглядела сочной, красивой, рекламной и жирненькой. А кинокамеры, они снимают, соответственно, наоборот, в плоском профиле, для того, чтобы человек на цветокоррекции потом мог добиться более пластичного отображения цветов. Ну и, конечно же, отображение тонов кожи у кинокамер в десятки раз лучше, чем у мобильных телефонов. А в совокупности с низким битрейтом записи, что такое битрейт? Это количество данных, которые мы получаем при записи. То есть то количество информации, с которой мы можем работать на постпродакшене, скажем так. Ну, в общем, мобильные телефоны используют сжатые форматы записи, что не позволяет слишком уж крутить изображение. На этом, пожалуй, все ограничения, связанные с мобилами, заканчиваются. И наступают очевидные преимущества. Преимущества очень много. Преимущества меня несказанно веселят. Ну, во-первых, смартфон легче кинокамеры. Он всегда с собой, он всегда лежит в кармане. И никогда камера за 50 тысяч долларов не будет иметь столько же функций, как мобильный телефон. Потому что камера за 50 тысяч долларов – это просто камера, а мобильный телефон и смартфон, то есть вот эта вот камера в смартфоне – это лишь одна из функций, которые есть в этом устройстве. Соответственно, это устройство есть у каждого из нас в кармане. И важно понимать, что в мобильном сегменте развитие индустрии движется намного быстрее, чем в консервативном киносегменте. Каждые полгода появляются новые сенсоры, анонсируются новые устройства. И если большинство Android-смартфонов, например, используют сенсоры для камеры от Samsung или Sony, которые уже сейчас имеют просто космический размер, там 48 мегапикселей у нас в среднем, может быть, в мобильном телефоне, который уже среднего класса. А в следующем поколении у них у всех уже будут 108-мегапиксельные сенсоры. А это значит, что эпоха 8К, 8К-изображение, придет к нам не из кино, она придет к нам через потребительскую электронику. У вас быстрее будет в мобиле 8К, чем дома на телевизоре у вас будет 8К. И тем более быстрее, чем 8К будет в кинотеатре, когда вы будете усаживать туда жопку в мягкое кресло. И это значит, что мобилы определяют развитие не только своей индустрии, но и прилегающих к ней. Нужно понимать, опять же, что смартфон – это не просто камера. То есть смартфон – это многофункциональное устройство. Сейчас вот посмотрите на свои мобилы. У меня, например, три сенсора в мобильном телефоне, три объектива. У большинства два или три объектива сейчас в телефоне. Что это нам дает? И о чем мы периодически не думаем? Например, о том, что благодаря эффекту параллакса, эффект параллакса, он достигается благодаря тому, что у нас есть два объектива, и они воспринимают информацию об изображении со смещением. Это смещение разницы между положением объектов, собственно, и называется параллаксом. И благодаря параллаксу, эффекту параллакса, мы можем, например, оценивать расстояние до объектов. Чем уже пользуются все технологии, связанные с AR. Вы заметили, что вы сейчас можете уже разместить прикольного человечка где-нибудь на полу, вокруг него ходить и смотреть. Благодаря чему мы так можем делать? Благодаря тому, что два сенсора-камеры есть, которые именно за счет вот этого расположения не в одной точке могут оценить расстояние до объекта, и благодаря математике и мощному процессору выстроить правильное позиционирование, которое позволяет создавать трекинг, ну, то есть встраивать что-то во что-то, для того, чтобы мы разглядывали эту объемную штуку. Но мобилы, многие уже даже сейчас, идут дальше, и, например, можно уже сейчас встретить сенсоры светового поля. Была такая замечательная компания, которая называлась Litra. Она разорилась, к сожалению, но ее патенты перешли во множество технологических компаний. Собственно, эта камера была уникальна тем, что она, по сути, была камерой светового поля. Что такое световое поле? Что такое вообще камера светового поля? Это так называемая, вот я подглядел у себя, это называется полиноптическая камера. Собственно, это камера, которая фиксирует распределение освещенности в плоскости сразу на всем поле кадра. То есть это камера, которая позволяет фокус настраивать после того, как вы щелкнули. И эти технологии уже есть в мобилах. Вы заметили, что благодаря нескольким модулям камеры вы можете сфоткать уже очень много где и потом настроить фокус постфактум. Собственно, эти технологии сдвинули и выдвинули мобильные телефоны на ступеньку выше, чем, например, те же самые кинокамеры. И прикольно, что вот эти дополнительные модули, которые все напихивают и напихивают в мобилы, позволяют нам делать очень много прикольных эффектов. Например, всем вам, сидящим здесь в зале, уже доступна фотограмметрия. То есть вы можете достать свой мобильный телефон, скачать специальное приложение, обойти вокруг любого объекта и, используя как раз-таки эффекты параллакса, получить трехмерную модель, которая уже будет достаточно почищена для того, чтобы вы загрузили потом в какую-нибудь программу и потом использовали ее для создания дальнейшего контента, например, для VR или AR. И раньше для этого, представьте, какой требовался процесс. Даже если ты разбираешься в фотограмметрии, тебе нужен был бы фотоаппарат с высоким разрешением, ты должен был бы ходить вокруг статичного объекта, потом все это загонять в специальную программу, потом из нее перегонять в другую программу, потом все это обрабатывать, и вуаля, у вас 3D-объект. Теперь этого не нужно. Теперь достаточно мобилки. И все. Ну и, собственно, дополнительные модули камер что нам дают? Они дают, например, резкое улучшение качества. Если вы заметили, то за последние два поколения мобильных телефонов у нас подскочило, драматически подскочило качество изображений на мобилке. Почему? Потому что два модуля во многих телефонах снимают одновременно. И они снимают на разном расстоянии. И получается так, что изображение внутри программно сшивается, и у вас получается больше детализация именно за счет двух модулей. Ну а теперь есть еще и три модуля, как вы уже заметили. Эта многомодульность будет тащить индустрию все выше и выше и выше. И мы плавненько приползем к будущему. Вот представьте, расскажу вам историю. Можно, да? Моя девушка любимая профессиональный цветокорректор. Она занимается, собственно, привнесением красивостей в финальное изображение как раз-таки с кинокамер, как правило. И она редактирует цвет. И однажды у нее на рабочем месте вместе с ней сидела девушка-режиссер, которая после трех или четырех часов непрерывной работы вдруг, знаете, извините, не могу высказаться по-другому, вякнула, что ой, вот бы вот бы уже скорее все это автоматизировалось, цветокоррекция была автоматическая, и тогда бы не приходилось быть, ну а-ля, вот типа сидеть тут и скучать вот с вами. Я, конечно же, в этот момент такой нахохлес, как-то так кто-то там вякает что-то в сторону моей дамы. И попробовал парировать этот ответ и сказал, что как бы и большинство режиссеров это станет не нужно, и сценаристов станет не нужно. И это все мне привело вот к каким размышлениям. Смотрите, какая тема, что люди придумали самое замечательное, самый универсальный язык за всю историю. Это язык математики. Дело в том, что математикой можно описать все, что угодно. И, как показывают последние исследования, математикой совершенно спокойно можно описать творчество. Творчество это не что-то такое интуитивное, что у вас рождается, и кто-то рождается супертворческим, и другой рождается супернетворческим. Это все полная хренатень. Если вы начнете хоть немножко интересоваться, вы поймете, что, во-первых, творческость можно очень легко развивать, просто расширяя свой кругозор, как бы вы не можете вытащить из головы то, что вы туда не положили, как говорится. В общем, и сейчас уже развитие нейросетей, развитие искусственного интеллекта показывает, что мы дальше будем автоматизировать большую часть любых процессов, связанных с нашей жизнедеятельностью. Хотелось бы просто уже сейчас указать на то, что, например, вот если взять работу рекламы, вот то, что мне близко, работа рекламного рынка уже сейчас можно назвать референсным творчеством. Что такое референсное творчество? Смысл в том, что люди на самом деле не пытаются придумать что-то нового. Они копают в направлении того, что, о, что сейчас происходит в трендиках? Так, возьму-ка я вот это, добавлю к нему вот это, потом возьму вот это для того, чтобы решить вот такую задачу, все это объединю, у меня получится красивенькая презентация, у меня это купит клиент, вуаля, у нас получился продукт, который состоит из ингредиентов других продуктов. Собственно, это и есть референсное творчество. И поскольку мы живем в этом, в этой парадигме, ничего с ней поделать не можем, мы уже сейчас можем осознать, куда все это нас ведет. Это нас ведет к тому, что люди начинают лучше понимать алгометрический, простите за вы, русский, процесс создания творческого продукта. И чем дольше будут люди об этом задумываться, тем больше они будут описывать разные процессы математикой. И, допустим, вот еще вчера у нас были какие-нибудь веселые ребятки, которые писали сценарии, а сейчас, допустим, сегодня уже есть прототипы технологий, которые позволяют автоматизировать процесс написания сценариев. А завтра будет то, что садится толстый дядя-продюсер, которому нужно сделать рекламный ролик, ну, допустим, для очередного ритейлера смартфонов вроде Рестора. И думает, окей, у нас есть определенная целевая аудитория, а у нее есть такие паттерны поведения, она любит это, это, это и вот это. И он берет программку, которая, соответственно, берет определенный набор ингредиентов и тасует колоду карт, имитируя поведение творческого человека, который подвержен феномену референсного творчества. То есть просто берет, допустим, я хочу сделать рекламный ролик с элементами фантастики, чтобы главной героиней была девушка, чтобы она попала в непонятную ситуацию, потом играючи из нее вышла, в конце был красивый слоган, ну, вы понимаете, к чему я, да? Мы набираем набор ингредиентиков, а программка пишет за нас. И многие процессы, связанные с придумыванием в рекламе, уйдут от тех же самых копирайтеров к замечательным нейросеточкам. А этим дело не ограничится. Сейчас все больше и больше людей приходят, допустим, в режиссуру, и нам уже не нужно такое количество режиссеров, это совершенно точно вам могу сказать. Нужно большое количество контент-мейкеров, которые делают контент, но вот именно, допустим, на рекламном рынке явно можно наблюдать перенаселение этих режиссеров, операторов и так далее. Ну вот, и что происходит? С развитием нейросетей, с уходом всего в виртуальную реальность, с развитием анимации, будет невыгодно собирать гигантские съемочные группы, будет невыгодно нанимать каких-то очередных режиссеров, будет выгодно все эти процессы отдать на автоматику. Мы уже сейчас наблюдаем всякие приколы, давайте я вам фончиком включу, пусть играет. Всякие прикольчики вроде дипфейка, которые позволяют одному актеру, который как-то выглядит, сыграть под личиной абсолютно любых других актеров. Потому что можно взять огромное количество видео, которое уже отснято, и натренировать нейросеть так, чтобы она меняла голову человеку. И вы уже не можете отличить изображение поддельное от настоящего. Дальше будет еще прикольнее. Анимация не стоит на месте. Если раньше анимировали персонажей при помощи блендшейпов, блендшейпы это вот у вас есть ключевая точка, допустим, такая, и вам нужно, чтобы персонаж сделал шаг. Есть начальная и финальная позиция, промежуточная, и между ними изображение проходит через процесс морфинга, то есть смещается. В общем, это была хардкорная ручная анимация, и она существует до сих пор, но благодаря развитию, например, игровой индустрии в анимации, в лицевой анимации, в анимации персонажной происходит сильное смещение в сторону упрощения этих тех процессов. И если в какой-то момент человечество изобрело motion capture, позволяющий нам офигенно записать реалистичное человеческое движение, то сейчас мы накопили такое количество баз данных этих motion capture движений, что вы уже сейчас можете взять просто стандартного какого-то персонажа из интернета, скачав модель, зайти на сайт Adobe, там выбрать из библиотеки анимации что-то и на этого персонажа применить эту анимацию. И вы, аниматор, поздравляю, у вас будет анимация. Дальше все будет еще проще. Можно будет сгенерировать сценарий при помощи нейросетки, потом, не нанимая режиссера, просто используя как раз большие бигдату, обученную на огромном количестве фильмов, выстроить сцену и потом, не используя живых людей, санимировать всех персонажей в анимации и в итоге мы получим что-то на выходе, что мы с удовольствием будем все с вами смотреть и наслаждаться этим. Короче, сейчас происходит смещение всех технологий в сторону анимации и в сторону игр. У меня была вот прошлая моя большая лекция на дизайн-просмотре, она тоже длилась часа полтора, наверное, она была как раз-таки о влиянии игровой индустрии на кино, рекламу и, собственно, вообще все, на мир вокруг нас, на искусство. Если вот прям суперкратко, то рынок кино сосет, рынок игр задает вектор развития всему, потому что рынок кино сейчас на данный момент оценивается примерно в 42 миллиарда долларов, а рынок игр оценивается в 90 миллиардов долларов. То есть он в два раза больше генерирует денег, в два раза больше генерирует рабочих мест, То есть и в принципе, если раньше игры учились у кинематографа, то теперь кинематограф учится у игр, потому что на новом киноязыке, который уже переизобрели игры, выросло целое поколение людей. И с развитием как раз-таки ваших мобилочек, в которых есть ИР, будет требоваться все больше и больше и больше контента, завязанного на трехмерной графике. А с развитием VR-хедсетов будет просто бомба, потому что что произойдет? Произойдет то, что мы все будем тусоваться в VR-мирах, так или иначе, все социальные сети переедут в VR-миры, и соответственно нам в Facebook будет проще уже входить не через свой стационарный компьютер, а, не знаю, запрыгивать в чатик и разговаривать со своими друзьями в интернете. И я вот, например, хочу привести вам в пример, например, в пример, тавтология. Короче, посмотрите обязательно проект под названием Boneworks. Boneworks это компьютерная игра, точнее, скорее, технологическая демка, показывающая то, какими могут быть уже сейчас и даже немножко в будущем игры в VR-е. Ключевая проблемка VR-а это какая? Потому что у нас мы многие десятилетия думали о том, что нужно все больше и больше дорогостоящих устройств подключать к человеку. Какой-нибудь костюм виртуальной реальности, вспомните старые фильмы 80-х, костюм виртуальной реальности, какая-то нереальная всенаправленная беговая дорожка. И все это нам нужно якобы для того, чтобы погрузиться в виртуальный мир. Сейчас выясняется, что благодаря прекрасному языку математики программисты смогли добиться того, что используя стандартные джойстики, которые предлагает вам Valve Index, например. Это такие очки виртуальной реальности. У них есть джойконы, которые прикрепляются к рукам, не могут отвалиться, если вы машете руками, но позволяют вам добиться эффекта хватания. В них встроены датчики положения пальцев ваших рук. Короче, тема какая, что была проблема с позиционированием тела виртуальной реальности, теперь этой проблемы нет. Используя определенные базы данных, можно хорошо видеть свои руки, хорошо видеть свои ноги, ходить внутри трехмерного мира. И все это делать, не используя дорогостоящую технику, а используя стандартную технику из стандартного набора VR-гарнитур. Ну и вот, кстати, здесь есть Зорик, мой друг, художник, который очень топит за историю с авторизацией. Собственно, поскольку у нас развивается тема с VR, развивается тема с AR, уже сейчас многие крупные маркетинговые компании начинают отказываться от реальных инфлюенсеров. Смысл в том, что мы сейчас находимся на пике инфлюенс-маркетинга, когда гигантские рекламные бюджеты даются контент-мейкерам. И, насколько я помню, рынок инфлюенс-маркетинга, несмотря на то, что растет, по-моему, сейчас он оценивается в 5 миллиардов долларов, потом будет оцениваться в 20 миллиардов долларов, то есть через буквально пару лет. Но доверие общее у брендов к людям, к людям, которые делают контент, ниже, потому что эти же самые люди не покупают потом, не следуют, не позволяют добиться нужного KPI брендам. И бренды начинают идти на разные ухищрения, например, активно форсятся сейчас всякие мемчики в интернете, потому что проще иногда сделать смешную картинку, которая получит охват на 100 тысяч человек, чем взять блогера с аудиторией в 100 тысяч человек, заплатить ему в три раза больше, и он в итоге хоть и положит это куда-то на всеобщее обозрение, а 100 тысяч человек далеко не придет и не будет транслировать его идеи дальше. Инфлюенс-маркетинг, соответственно, будет претерпевать с развитием AR и VR изменения. Будет все появляться все больше и больше цифровых аватаров, потому что, ну смотрите, заходите в Facebook, ну зачем выглядеть так же, как вы выглядите в реальной жизни? Подрастает новое поколение, которое уже, соответственно, разговаривает на другом языке, и им еще больше и ближе даже, чем нам, сидящим в этом зале, и может быть даже кому-то из смотрящих нас на экране. Им проще как раз-таки общаться на языке компьютерных игр, им проще общаться на языке всяких скрин-лайфов и так далее. Они живут в интернете. И для чего все это было мое выступление? Давайте подведем итоги. Чтобы понимать то, что происходит сейчас и то, что будет происходить в будущем, нам всегда нужно обращаться к прошлому, потому что осознание происходящего в принципе невозможно без изучения прошлого. Любой творец, который хочет создать какой-то уникальный, оригинальный, интересный продукт, при этом не наступить на костыли и на всякие грабли ошибок, которые допускали люди до него, должен копать в направлении прошлого. Для художников мир поменялся с ног на голову. Для нас в плане производства контента, в плане потребления этого контента, в плане возможности разных людей становиться творцами, мир поменялся безвозвратно. больше балом правят непрофессионалы, теперь танцует аудитория. Аудитория определяет вкусы аудитории. И напомню, от этого нереально рвутся пердаки у всяких метров. И у вас, у нас, у всех, у нас есть все, чтобы действовать. Я периодически слышу очень смешные истории про то, что кто-то не может сделать чего-то, потому что у него нету какого-то технического устройства. На самом деле, если вы хоть раз, хоть когда-нибудь столкнетесь с такой ситуацией, внутри будете иметь подобный монолог, или кто-то из друзей устроит с вами подобный диалог, то можете сразу над этим начинать смеяться. Вот расскажу вам прикольный пример. К примеру, реги, опять же, вот моя девушка, очень хотела барабаны, думала, что хотела барабаны. И я ей однажды подарил эти электронные офигенные барабаны на день рождения. И знаете, сколько раз она сыграла на этих электронных барабанах за год? Один. Один раз. Они лежат у нас, собирают пыльку. Я думаю, что она когда-нибудь к этому вернется, но смысл в том, что если вам хочется что-то делать, вы берете это и делаете. Когда у меня не было доступа к кинокамерам, я снимал на любительские камеры и продолжаю на них снимать до сих пор, потому что иногда выйти на улицу и снять что-то с любительской камеры намного технически проще, легче и лучше для меня и для конечной аудитории, чем если бы я корячился с большой съемочной группой и большими бюджетами. Это не всегда нужно. В общем, если хотите действовать на творческом поле, выражать себя, все необходимое уже лежит у вас в кармане. И, конечно же, ребят, следите за развитием технологий. Без понимания того, что происходит на рынке, на рынке постоянно что-то меняется, постоянно появляются новые тренды, постоянно выходят новые гаджеты и всякие такие штуки. Вы, собственно, не сможете быть на этой волне. Вы можете плавать где-то в середине вместе с среднего размера рыбами, но вы не будете доминирующим хищником на поле. Поэтому обязательно следить нужно за развитием технологий. Кстати, еще один панч, про который я забыл рассказать. Помните, я как-то болтал про боке? Вот вспомнил сейчас, что смешная штука. Наверняка немногие из вас об этом задумывались. Вот эффект размытия изображения, который достигается при портретном режиме на вашем смартфоне. Кто-нибудь знает, как он получается? Вот версия выстраивается благодаря двум камерам из-за параллакса. Ну, неплохо. На смартфоне, да. Как мы получаем размытый фон на смартфоне? Ну, близко, но на самом деле вообще не так. Я когда узнал этот панч, меня просто развеселило. На самом деле, производители смартфонов борются за энергиопотребление. Вот. Всякие сложные технические фильтры, например, если вы возьмете какую-нибудь программу для монтажа, откроете там изображение и примените блюр, размытие, вы заметите, что какое-то время процессор будет пердеть, потреблять энергию и пытаться размыть этот фон. Вот. И это требует, во-первых, повышения производительности и, соответственно, затрат электроэнергии. А все не хотят тратить батарейку. Все хотят получать эффекты на лету. И зритель не хочет ждать, пока там применится какой-то фильтрик. Он хочет сразу видеть это изображение. Поэтому додумались до следующего. Одновременно у вас работают оба модуля камеры. То есть один из них в дефокусе просто он размывает изображение, он ставит точку фокуса не там, где она должна быть, не сзади, а куда-то поближе. И одна камера размывает изображение, а вторая камера получает сфокусированное изображение на переднем плане, а вот как раз нейросеть, которая отделяет от фона, то есть на одном модуле мы получаем изображение человека и нейросеть отделяет его от фона и накладывает на размытые дефокусированные изображения, которые мы получаем со второго модуля. То есть на самом деле телефон при помощи программных средств сам ничего не размывает и производитель таким образом экономит энергию. Вот, собственно, это к вопросу о технологиях. Если вы знаете, как какие-то вещи работают и следите за тем, как они развиваются, вы можете понимать, как это применять. Ну и, конечно же, я бы хотел сказать, чуваки, следите за нами, Cameraptor, мы классные, подпишитесь на социальных сетях, подпишитесь на меня. Если вы смотрите в интернете, опять же, не забывайте поставить лайк видосу, не забывайте подписаться на канал Рестора. На этом я бы хотел сказать все, или у нас еще есть время. Я могу поотвечать на вопросы, могу, например, рассказать вам кейс про будущее, который мы делали. То есть мне организаторы попросили принести что-нибудь из моей профессиональной деятельности, чтобы я рассказал что-то из каких-то кейсов, и я принес. Он у меня есть. Друзья, сейчас мы, собственно, будем задавать вопросы. У вас есть последняя возможность создать их в положении сли.ду, введя наш хэштег. Он перед вами без пробелов, английскими буквами. Первый вопрос. Сергей, расскажите о трендах на следующий год. Что мне снимать для Инстаграма, чтобы быть популярной? Йоу, чуваки, расскажите мне тоже об этом. Я тоже хочу быть популярным. Ладно, нет, шучу. Ну, тут так просто на вопрос не ответишь. Это, не знаю, это как вопрос «Как стать богатым». Вот как стать богатым? Ну, блин, ты можешь хорошо работать, можешь изучать то, что происходит, можешь находить какие-то бизнес-стратегии, и в итоге станешь богатым, можешь получить наследство. Стать популярным можно при помощи целого спектра различных действий в пространстве вариантов. Вы можете познакомиться с кем-то из блогеров, можете, например, если вот в Инстаграме становиться популярным. Хорошо, я вам расскажу инсайт про Инстаграм. Дело в том, что Инстаграм, во-первых, стареет и становится более старой социальной сетью, а во-вторых, у создателей Инстаграма есть амбиция победить YouTube и захватить хотя бы часть аудитории YouTube к себе. Конечно же, выходит у них полная какашка, как и Инстаграм, насколько я понимаю, принадлежит Фейсбуку, а все, что делает Фейсбук, полное говно. Но мы, к сожалению, этим пользуемся. Так вот, Инстаграм форсит сейчас свое IGTV. На IGTV у вас появляется возможность, выложив какие-то видео, длинные видео достаточно, попасть в предложечку к другим пользователям. То есть Инстаграм средствами IGTV поощряет контент-мейкеров для того, чтобы они делали эксклюзивный контент для IGTV и, соответственно, начинает продвигать это среди других пользователей. Я вот смотрел у себя, я выложил старый видос, который снял в 2012 году. У него охватность, потому что он выложен в IGTV, намного выше любого другого видео в моем Инстаграме. Я просто охренел. Вот. Все почему? Потому что Инстаграм форсит эту хрень. И сейчас отличный способ, например, подниматься в Инстаграме, если вы сядете и будете снимать говорящую голову, потому что очень популярно там, я знаю инсайт про то, что одна девочка очень круто поднялась, буквально за месяц там получила 500 тысяч подписчиков только за счет того, что она снимала видео о том, как она болтает и красится без всяких там сложностей на камеру и выкладывала это не просто в Инстаграм, а именно в IGTV. Поэтому изучайте платформы, на которых вы хотите становиться знаменитыми. Смотрите внимательно, делайте коллабы с другими чуваками. Поэтому, ну и, come on, намного проще достигнуть популярности на тех платформах, которые растут. Инстаграм стагнирует, на нем сложно выйти и на этом поле как-то разметать всех вот этих вот крупных рыб. Всегда проще действовать на том, где еще не так много людей толкаются. Например, сейчас у молодых людей популярен TikTok. И там как раз лента до сих пор действует таким образом, что если видос хоть как-то где-то полайкали или порекомендовали, то алгоритмы начинают предлагать видосы другим пользователям. И таким образом даже обыкновенная 12-летняя школьница, снимающая то, как она танцует перед зеркалом, может получить несколько миллионов просмотров. Даже у меня, выкладывающего старые видосы, там 85 тысяч подписчиков в TikTok, при том, что у меня там сколько, меньше 10 тысяч подписчиков в Инстаграме. А в Инстаграме я стараюсь и как-то усираюсь, а в TikTok я... И вот результат. Короче, пытайтесь расти на новых платформах, а не догонять за старыми. Следующий вопрос. Для каких актуальных задач действительно необходима съемка в 4К? Сейчас для всех задач лучше снимать в 4К, на мой взгляд, потому что если у вас есть возможность снимать в 4К, как минимум лучше в него снимать, потому что через какое-то время все, что вы снимали не в 4К, безнадежно устареет. Это как сейчас смотреть старые фильмы на больших экранах. Вам как бы не очень комфортно, если честно, и хочется как-то их апскейлить, используя нейросети, доработать качество, чтобы потом получить удовольствие от контента. Нужно действовать наперед, и поэтому если у вас есть возможность уже сейчас снимать не в 4К, а в 8К, надо снимать. Но другое дело в том, что 8К условно получается в 4 раза больше, чем 4К, или в 8 раз даже больше. Ну это пипец. То есть там нужны большие вычислительные мощности, и, соответственно, не у всех компьютеры потянут. Поэтому до сих пор все снимают в 4К. Короче, снимать в 4К, если есть такая возможность, не снимайте больше в Full HD, это за шквара. Следующий вопрос. Сергей, легко ли найти крупного заказчика на мобильное видео? На какой максимальный бюджет стоит рассчитывать мобильному видеографу? Оу, меня веселят сегодняшние вопросы. Заказчика найти вообще несложно. Периодически прилетает вопрос на тему, как найти заказчика. Но это смешно, что если вы делаете какой-то уникальный, оригинальный контент, то заказчики, во-первых, сами вас находят. Во-вторых, если мы берем рынок России, то на самом деле единственная конкуренция, которая существует у нас во всех областях на рынке в Российской Федерации, это конкуренция между тем, кто кого знает. Чем больше у вас позитивных социальных связей, чем больше вы ведете активную какую-то позицию свою социальную, тем больше у вас контактов, тем больше вероятность того, что кто-то о вас вспомнит в случае, если ему чего-то понадобится. Нужно делать поправочку на наш с вами менталитет и, понимая это, использовать все возможности, использовать весь спектр инструментов, который вам доступен. В общем, поддерживать социальные связи и как-то старайтесь генерировать тот контент, который привлечет широкое внимание аудитории. Тогда бренды сами на вас выведут. Что там была вторая часть вопроса? У нас так. На какой максимальный бюджет стоит рассчитывать мобильным и видеографом? Неограниченный бюджет вообще. В этом вся и ржака. Что если есть возможность достучаться до широкой аудитории и снимать при этом на мобильный телефон, у вас бюджеты могут быть сравнимы с бюджетами полноценных реклам. И, как бы, сами понимаете, какой профит получают блогеры, учитывая то, что у них некоторые рекламные контракты стоят просто космос. Я слышал историю про то, что там, по-моему, Баста получал что-то в районе 25 миллионов рублей за то, что он просто снялся в какой-то рекламе. То есть, типа, если у вас есть большой социальный капитал, то можно позволять себе различные вольности. Ну и, соответственно, если мобильный видеограф сам по себе является инфлюенсером, то он может просто баснословные гонорары за это драть. Спасибо. Сергей, заказывая у вас видео, не боятся ли крупные бренды экспериментов? Они настаивают на стандартных средствах или же это неважно и в приоритете результат? Дело в том, что крупные бренды, в частности в России, просто обсираются от страха. Всегда. Никто не любит экспериментировать. Когда вы хотите зарабатывать деньги, вы хотите долголетия и процветания. И желая процветания себе и своему бренду, вы 10 раз подумаете, стоит ли рисковать. И, соответственно, чем больше бренд, тем меньше он боится рисковать. Точнее, тем больше он боится рисковать. Поэтому совершенно очевидно, что каждый раз, когда я сталкиваюсь с бренд-менеджером той или иной компании и пытаюсь продвинуть им какую-то оригинальную идею, я сталкиваюсь с сопротивлением, с тем самым сопротивлением, которое толкает Стивена Спилберга или Мартина Скантерсеза пердеть на тему того, что что-то меняется в мире. Нужно пытаться предугадывать тренды, чем занимаются наши западные коллеги. А так как мы живем в России, и Россия – это страна вторичного потребления, мы практически не производим своих оригинальных и уникальных идей, потому что мы пытаемся снимать как Запад, мы пытаемся дать свой ответ Marvel, мы пытаемся посмотреть на западные кейсы рекламных кампаний, а потом сделать точно так же. Мы живем в этой парадигме, и постепенно, полигонечку, потихонечку у некоторых отдельных личностей получается расшатывать эту системку, и появляется все больше и больше молодых адекватных бренд-менеджеров у серьезных компаний, которые начинают пытаться не догонять западный рынок, а пытаться экспериментировать, чтобы задать новую планку качества. В общем, отвечая на вопрос, чего-то я забыл уже, я опять улетел. Сергей, заказывая видео, у вас не боятся ли крупные бренды экспериментов, а не настаивают? Боятся, боятся. Боятся крупные бренды, всегда боятся экспериментов. У меня вот кейс, который я хотел показать, но не показал, собственно, U-Jet. Это была очень интересная история. Давайте я просто вот, отвечая на этот вопрос, очень быстро пробегусь. Мы делали прикольный контент на тему будущего для компании, которая называется U-Jet. U-Jet – это производители футуристичных скутеров, совершенно чумовых, которые имеют орбитальные колеса, которые напичканы новыми технологиями, и, собственно, каждый из этих электрических скутеров стоит, как, в общем-то, средняя тачка уже, которую вы можете купить здесь, в России. Вот. И там была какая история. Мы разработали концепцию постера, полностью сделанного на трехмерной графике, который был реализован в эстетике киберпанка. А сейчас, если вы посмотрите за трендами и тем, что происходит вообще во второй половине, как бы, этого вот следующего года, нас просто будет со всех сторон атаковать тема киберпанка, потому что, во-первых, происходит переосмысление того, что, о чем люди думали в 80-х годах, мода возвращается всегда, она циклично. Во-вторых, выходит компьютерная игра под названием Cyberpunk 2077, а это не что иное, как GTA в будущем, в таком киберпанковском, и, соответственно, учитывая тот хайп, который вокруг компьютерной игры, а хайпа вокруг компьютерных игр сейчас больше, чем хайпа вокруг фильмов полнометражных от Marvel. Почему? Потому что, как я уже говорил, индустрия компьютерных игр в два раза больше, чем индустрия кино. Вот, соответственно, вокруг этого будет подниматься дополнительный хайп. И вместе с этим выходит несколько франшиз, которые, опять же, выполнены в этой эстетике. Ну и мы, в общем, решили немножко предугадать, и так как скутер выглядел футуристично, решили сразу же его упаковать в такой стилистике. Мы сделали прикольный большой принт, офигенный, который клиент принял, остался в восторге. Мы все делали полностью в 3D. То есть изначально что хотел клиент? Чтобы мы прилетели в Люксембург, сняли красивого персонажа в определенной позе, и из этой фотографии получился рекламный принт. Мы предложили, зачем нам куда-то лететь, тратить дополнительный бюджет на перелеты группы, снимать какого-то человека, если мы можем полностью сделать все на компьютере, и вы сможете 10 раз там поправить изображение, и, кроме того, предусмотреть немножко тренды. И параллельно мы написали еще сценарий, я придумал целый рекламный ролик, завязанный на манифесте о будущем и эстетике киберпанка. И вот этот вот ролик не пошел в производство. Не прошел в производство, и знаете почему? Потому что очень часто творческие какие-то клевые идеи, которые, возможно, даже улавливают тренды, сталкиваются с суровой реальностью, где бизнес-процесс рулит системой. Но вот представьте, собирается собрание акционеров, и на собрании акционеров они смотрят на математику и понимают, что в этом сезоне они продали наибольшее количество скутеров на выставках корпоративным клиентам. То есть какие-нибудь крупные сети отелей закупили сразу сотни скутеров у них. А в консюмерском сегменте они продали не так много скутеров. И в итоге что мы получили? Мы получили то, что на очередном собрании акционеров они решили свернуть всю маркетинговую компанию, заплатить нам хорошие отступные, использовать наш постер, но не запускать в производство ролик, который был полностью написан, придуман, посчитан, найдены были все локации, актеры и так далее. То есть все было в двух неделях до старта. И это отменилось просто потому, что акционеры решили с точки зрения математики, что им выгоднее не ориентироваться на потребительский сегмент, а ориентироваться на сегмент корпоративный. А для корпоративного сегмента нужны совершенно другие креативные заходы. Но, собственно, поскольку бренды боятся рисковать, они всегда, в первую очередь, исходят из того, что уже работает, и из математики высчитывают какую-то экономическую целесообразность, ищут обоснования для любых своих действий. Это нужно просто принимать, это нужно уважать, но в то же время это не значит, что не нужно постоянно пытаться как-то расшевелить этих закостенелых людей в поиске чего-то нового. Вот. Что еще? Какие вопросы? И последний вопрос на сегодня. Нет ли у вас ощущения, что из-за упрощения процессов производства и потребления контент потерял часть интеллектуальной составляющей? Да нет. Интеллектуального контента стало как никогда много, потому что больше... Смотрите, опять же, прекрасный мир математики. Чем больше людей занимается чем-то, тем больше людей производит какой-то контент, тем больше в теории вероятности того, что среди этого контента появится что-то умное, а не тупое. Поэтому человечество с годами умнеет. То есть каждые несколько лет IQ средний у всего населения планетки поднимается. Поэтому странно говорить о том, что контент деградирует, контент не деградирует. Контент просто... Развлекательного контента становится больше. Мы все хотим поржать, мы не хотим нудных каких-то проповедей, мы хотим угорать, развлекаться, наслаждаться, потому что скучного нам и так хватает. Вот. Поэтому я не согласен с тем, что контент теряет интеллектуальную составляющую полностью. Сергей, спасибо. Спасибо.